всем доброе утро ребятки начался новый день новое утро я дожевую картошку лены свистнула свистнула картошку на завтра кушать зеленую картошку и сосиску доброе утро елена у меня будильник прозвенел я глаза открываю смотрю в квартире свет горит лена уже шобуршит собирается молодец у тебя что раньше чем у меня у меня на 6.40 стоит будильник у тебя 6.30 да? да мам я смотрю за сколько минут я собралась вообще-то метеор я сначала посидела подумала где-то 12 минут серьезно говорю уже было 6.42 да я упаду и быстро как быстро сп 46.41 а что подумала села подумала быть или не быть стоять или не стоять я обычно так утром постоянно задумываю сейчас я там я одеваюсь я сижу из., такая DHEN пока мозг проснется да? Угу Ласе плохо Потому что у нее Налилась грудь Котят нет Полно молока Она сама его пьет Да нет, она просто вылизывает Животик и оно у нее течет Все, Леночка, кушай Провожу тебя Хочешь, с песнями тебя буду провожать С серенадами Мне не надо Ладно, приятного аппетита Спасибо Леночку провожаю в школу На улице 0 градусов Только у нас снежок немножко лежит Но в основном все потаяло Дорожки такие некрасивые, серые Снега на них нет уже Пошла в школу Моя дочь Портфель себе тяжелый По средам Тяжелый портфель Очень Все, дочунечка пошла В школу Я королева ночи сегодня Точно Ты что, снимаешь? Да, мать зажигает Понятно Садимся мы с папочкой завтракать Еда, еда, еда Да У тебя бутерброд? Это я убирала с края стола Потому что Соня тут так подозрительно сидит Она может цепануть Может, такая соня Морковка Соня Ку-ку Ты хочешь мой бутерброд? Картошку Лена не доела Я ее доем Ну что, потому что она сухая Она уже сухарики засохла Ну да И салатик вот остался Тоже докоцать надо Все, такой вот завтрак у нас сегодня Прикольный завтрак Все, давайте пить чай Чай я хочу Лена со школы пришла Мама уже доедает ее блинчики Суп не хочет Вкусные блинчики, Лена Я одобрила А что с бутылкой пьешь? Стакан где? Да ладно, пей уже Мне лень вставать Так ты что, сегодня без обеда была? Да? С обедом мне дали тамончик А я тебе что говорила? Ну я его не использовала Почему? Я не голодная была Я тебе говорила, что я деньги сдавала Что у тебя еще талоны Да сколько талонов еще осталось у тебя? Это последний? Я не знаю Так а почему ты не спросила? Если я запуталась За сколько мы заплатили тогда? Почему ты не спросила? А? Ну короче, на завтра получается У тебя талончик есть? Ты можешь учительнице подать? А завтра будет как раз классный час? Можешь подойти и спросить У меня деньги на обеды закончились или нет? Хорошо? Угу Потому что я запуталась Вкусные блинчики? Ням-ням Оценки есть? Гадай Ну что я буду гадать? Говори Есть? Вообще? Вообще Ни одна оценка что нет? А! Восьмерка Паук Режь Идем мы Бабочка куда идем? В секонд-хенд В секонд-хенд В секонд-хенд А в секонд-хенд Дешевле По-моему Спрашиваешь Не то слово Дешевле И в колбаску Зайдем за колбаской Да Мы быстро скидаем Блин, да? Не, ну ту филе, что я брала Мы сделали салат С половиной, да? Да У нас ушло на салат Ну возьмем что-то Посмотрим Там уже в колбасном Не знаю, что брать Что-то надоело Сюда А эти сосиски, кстати, хорошие Филейные Лене очень понравились Мы, наверное, еще возьмем Чуть-чуть А, ты в колбасном Да Мы вместе брали А, точно Помню Лена у нас пошла на рисование Сегодня Довольная Довольная Рисовать пошла Больше на рисование любит Чем на рисование Не знаю Мне кажется Он ни то, ни то не любит Ну, на рисование Такое Веселое пошло Довольная Это хорошо Когда ты занимаешься тем, что ты любишь Очень плохо Пошли О, пошли Туман какой-то, да? Да Сляпит Туман, сляпит Зима, конечно, хотя Когда снег пляжит Там и снег идет Она как по-другому, да? Ощущение Ну, да А когда сляпит Это просто сляпит Классно, да? Ну, да Что, нам что-то в сельбу надо? Ну, мы сейчас зайдем Посмотрим Купили мы сумочку, да, вам? Да Ну, так, все окончили А что-то надо Сидеть У нас попить, что-то, может, что-то есть? Попить Давай попить, посмотрим Давай, давай, закрываем А ты закрывала? Где она? Да Да, закрывала А что, нам попить? А сока уже нет по акции, да? Ну, сколько? Не, он стекольный такой, да? Вообще, надо компот поставить, сварить Мультифруктуруется Ну, один какой-то возьмем И минималочка там дома есть А компот все где, может, поставлю Может Яблочное виноградное Смотри, новый сок какой-то По 56, нифига себе По 68 Ну, бери один, а какую? Мультифрукт Что еще? Яблочное виноградное По 2 Ну, давай яблочное персико Он такой, вкусенький, такой классный Не, просто мы его забрали Ну, что-то было классное А что еще, мать? Не знаю, сока хватит Давай компот в нее поставлю Да и все Одного сока хватит? Да Можешь, чандо еще Смотрим Ну, что, мы летом Мы 2-2 берем за 14 А тут литровое за 14 Ну, еще сельфор дороже, да? Спасибо Что? Раньше всегда тут легкие брали. А помнишь, в последний раз взяли вонючие, блин, глазки что-то надо, а шо, не знаю. Наверное, больше тут неохотно стоять? Нет. А зачем? Я хочу вот этих вот взять, на. Да. Я все нюхаю. Угу. Сух, ломки курят. Угу. 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 А уже бычков не бывает этих мороженых? Не водит. А вот эту рыбу она не ест. Вот это мелкую. Все, вот вроде, пошли к колбаске. Надо как-нибудь с утра встать, да на рынок сходить, или нет города купить. Может, на последней меньше надо. Вот мы все забрали, да? Да. Все. За хлебом только. Ой, хлебом. А, хлеб, кстати. О, хлеб, точно. У нас хлеба-то нет. Ну, вот тут уже магазин есть хлеб. Да, да, сюда. Все, идем. Интересно, Масюдра, до скольки там будет нарисование? До шучки. Пошли снимать. Сколько? А, не вижу. Давай, я тебе покажу особо сходу. Давай. Пошли туда. 16.54. Боже, как быстро время пролетело. Я вот это ее приезжаю. Как это ели, это ели. Я уже даже не знаю, что брать. Копченая, наверное. Давайте, давайте. Московская Московская. Московская Московская. Московская Московская. Пару и сосиски. Хлеб, давай. Не знаю, что мы берем по половинке, да? Если мы каждый день по половинке берем, то нормально. Очередь за меня. Пошли в магазин зайдем? Пару и сосиски. Пару и сосиски. Пару и сосиски. Пару и сосиски. Миша, а может взять каравари как он все телом есть еще? Там нам не радует. Пару и сосиски. Судобные и сладкие. А, ну да. 12 гривен с изюмом. А чем отличается он от тех? Может, кто без изюма? С изюмом. Да. Ну, короче, давай с изюмом поставим. И 12 здесь. Сейчас надеюсь. Что вы делаете? Третий. А с сухарики с изюмом они сладкие? Давайте одну. Они разные все или одинаковые? Вот эти и те чем отличаются? Вот эти, да? Они что-нибудь, да? Двенадцать, да? Да. Ну, ладно. Спасибо. Поняли? Пошли. Лучше, конечно, сухарики, да? Ну да, мы давно не брать, что-то глянула, знаешь, и захотелось. Да. Мне нравится в этот чай их макать. Да, мне тоже. И кушать. Мы с папочкой из магазина. В Сильпо взяли мы эти самые по акции там куриные желудки за килограмм тридцать восемь девяносто девять на двадцать семь двадцать девять. Взяли еще в Сильпо. А, и папа себе сигареты взял еще. И в колбасный зашли. Вот такую вот взяли колбаску. Короче, московская. Вот такая вот. Ну, отцу нравится, мне так не очень она. Она дешевая. Дешевая. За килограмм восемьдесят восемь гривен. Лас, а не открывай ящик. За килограмм восемьдесят восемь половина палочки на девятнадцать семьдесят четыре. Ну да, недорого, она легкая, да? И сосиски взяли, которые в прошлый раз брали филейные. Фирма Заря. Днепропетровские. Филейные. За килограмм девяносто одна гривна. Полкило вышло на пятьдесят шесть. Шестьсот грамм на пятьдесят шесть гривен. И все, и зашли по пол булочки хлеба. Взяли половинку серого, половинку белого. Нам так удобнее по половинке брать, потому что он не так засыхает. Ну да. Каждый день берем просто по половинке и всегда свежий хлеб. И там же в хлебном сухарике. С изюмом сладкий. Да, двенадцать гривен. Мягкий она сказала. Ну да. Это из булочек типа сделано. Ну попробуем. Все, такие покупочки у нас. И сейчас будем садиться обедать. Отец, скажи сколько время? Время пол шестого. В пол шестого мы садимся обедать. Нормальное время для обеда. Нормально, да. И на секунде же забыла сказать. Взяли эту сумочку. Вот такую вот нашли. Вот такая сумочка. Еще она по скидке вышла. Вообще цена... Это же для камеры хотим. Цена семьдесят восемь. А вышла она нам тридцать девять гривен с какой-то скидкой. То есть мы хотим вот сюда вот камеру. И вот здесь вот вырезается глазок. Да. Каким-то образом. Будем вырезать. Тут такое тверденькое. И здесь будет... Подмышку взял. Камера подмышку взял. Да. Все. И все. Вот такая штучка. И ходишь по улице. Тридцать девять гривен, да. Не сильно привлекаешь внимание. Да. Люди начинают шарахаться иногда. Да. Все. Классно. Тридцать девять гривен. Такой сумочка-чехольчик. И это... Как там написали? Юля тайный агент. Мы так расписали, прикольно. Обед, обед, дети. А Лены нет, у Лены еще на рисовании. Все на обед. Мы позвонили, она до упора будет сидеть на рисовании. Ну пускай хоть раз в неделю пошла. Ну да. Пускай сидит. Оторвется по полной. Да. Мы садимся перекусим. Такой обед-перекус. По бутерброду с горчичкой будем. И у папы осталась вот, как я говорю, жижа. Жижа. Последняя от морковки осталась. Она самая классная. Да есть, да. Тоже вкусный маринад. Чай и по сухарику скушаем. Вот такой это. И Соня вон она. И Соника. Снимите Сонику. Я вот снимаю ее. Соника. Она хорошая девочка. Сонечка. Она так скучает за кисиками. Тоже ходит, ищет. И Ласа до сих пор ищет. Чуть поменьше, но все равно ищет котяток. И Соня теперь скучная. Ой. Не с кем играть. Кисия хочет залезть. Кисия хочет залезть. И никак. Все. Садимся, ребятки, покушаем. На ужин, ребятки, решила приготовить такую картошку с фаршем в духовке. Короче, запекать. Так как у меня нет нормального противня, блин. Эти мои старые ржавые из тонкого металла. Я их пергаментом застилаю. Но, в принципе, можно было на них застелив фольгой. Но как-то неохота. Я вспомнила, что у меня есть стеклянные, специальные для духовки вот эти вот формочки. Нам, в принципе, на троих. Вот это вот одно и достаточно. И то мы, наверное, на ужин не съедим. Вот. Короче, это картошка. Там внизу слой картошки. Не знаю. Не видно, наверное. Там слой картошки. Потом идет... Ой. Потекло. Картошку. Это я для супа картошку приготовила. Сейчас я промою. Короче. Сейчас, сейчас, сейчас. Воду выключу. Чтобы она не журчала. Хотела же повернуть, вам показать. И оно потекло. Так. Короче. Внизу картошка. Потом на картошку идет лук. Потом сверху такой слой хороший фарша я добавила. Уложила. Потом сверху опять лук и опять картошка. А залила я такой вот вкусной соусом. Это здесь одно яйцо взбитое. Сметанка. Специи. Чесночок. И тут это все заливается. Вот так вот. И в духовку. А потом в конце я достану еще натру сыр. И с сыром так запечется очень красиво. Я думаю, должно вкусно получиться. Так что такой будет вкусный ужин. А сейчас у меня осталось немного фарша. Хочу сварить суп. Вот поставила кастрюльку. Но суп. Прямо такую маленькую кастрюлечку хочу сварить. Потому что фарша осталось вот так вот буквально чуть-чуть. Ну будет такой супчик с фрикадельками. Небольшая кастрюлечка. Вот картошку начистила. Сейчас лучок порежу. Морковочку. И быстренько. Суп с фрикадельками очень быстро варится. Сварю. И как раз завтра Леночке на обед будет супчик. Так что все. Такие планы. Лена пришла с музыкалки. Села за уроки делать. А Сергей пошел к другу. Делать кое-какую штучку. Потому что у нас встал вопрос. Вот эту камеру экшн, которую мы купили. Там очень опасно, чтобы не поцарапать эту линзу. Линзу камеры. Она немножко выпирает. И нужна защита. Но у фирмы Sony так интересно устроено. То есть в комплекте, да. Обычно какие-то китайские вещи покупаешь. Например, камеру китайскую. Там в комплекте куча креплений. Куча переходничков. Каких-то там всевозможных. То здесь у фирмы Sony они ничего лишнего не ложат. У них все продается отдельно. И у них защитный объектив. То есть защита на объектив. Такая вот как бы дополнительная крышечка со стеклышком. Стоит полторы тысячи гривен. Это такая маленькая штучка. Полторы тысячи гривен. Поэтому мы кое-что придумали. Сделали самодельно. И нам нужно эту штучку. Я потом покажу. Будет отдельное видео. Как раз для обладателей такой же экшн камеры. Будет очень полезная информация. Как из подручных средств можно защитить линзу. Очень просто. Вот. И эту штучку, которую мы сделали из пластика. Защитную. Ее нужно покрасить. Вот он пошел к другу покрасить эту штучку. Доделаем. И я вам потом покажу. Все. А я занимаюсь ужином. И на завтра обед супчик варю. Все. Ребятки. У меня супчик готов. Плиту отключаю. Вот такая красотишка получилась у меня. С этой. С вермишелью. Яичной лапшой. Так. Вермишельки многовато вроде. Нормальный. Соня. Не плачь. Игрушку я у нее отобрала и на полочку положила. Она у полочки скачет. Хочет игрушку. Медведик. Она его разорвала. С него вата отлезет. Все игрушки поугробила. Все. Он дойдет. Там чуть-чуть картошки его доварится. Но сейчас крышечкой накрою и пускай дойдет. Вот такая вкуснотишка. Леночка садится ужинать. Вот такая у меня картошка получилась. Сейчас покажу. Первые огурцы. Ну конечно первые огурцы. Соль. На. Соль тебе. Вот смотрите. Внизу картошка. Потом фарш. И потом опять картошка. Этот соус который я готовила. Ну которым я заливала все это. Он впитался хорошо в мясо, в картошку. И она ну не жидкая получилась. Как на первый взгляд кажется. Что много соуса этого. Ну такая штучка очень вкусная. Получается. Приятного аппетита дочунечка. Спасибо. Кушай. Наедайся. Ммм. Пицца какая-то. Горячая только. Ммм. Не горячая. Так. Ребятки. Буду делать квашеную капустку. И вспомнила. У меня же в шкафу. По советам. Спасибо огромное всем, кто посоветовал. Манго не есть, когда мы его купили, а положить. Я положила в темное место. Просто в шкафчик, где у меня кастрюля. И он пролежал. Я что-то за него не забыла. Короче. Сколько? Наверное около недели пролежал. Может дней шесть. Я не знаю. Короче. Вот очищаю. Но он прям мягкий стал. Сейчас будем пробовать манго первый раз в жизни. Сейчас порежу. Сергею дам. Лене дам. Прям вот мягенький вообще. Ну пахнет так. Я бы не сказала, что прям такой ароматный какой-то. Может он вообще как трава будет. Сейчас буду пробовать первый раз в жизни манго. Так. Сейчас я его порежу. Возьму. Такой ножичек. Эй. А что он твердый-то? Внутри. Такой. Снаружи мягкий. О. 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 Нифига. А что там кость? Ааа. Я не знала, что там косточка. Ааа. Я как раз прошлась прям посерединке. Прикиньте. Нифига себе. Я не знала. Просто первый раз честно держу в руках манго. Вот такая штука. Какая-то косточка. Большая такая. Вот это вот надо будет. Какая-то пленочка. Обалдеть. А как? Я даже не знаю, как его правильно кушать. Смотрите, такие две штуки. Какой-то боб. Бобой. Может дорежу. А как мне теперь его вырезать? Снять с этой штуки? Блин. Я думала там ничего внутри. Ааа. С себя еще порежу. Думала там внутри ничего нет. Ладно. Буду вот так вот обрезать. Такими кусочками. Прям по вот этой вот. А потом, если что, ее обгрызу. Ну, сочный. Видите? Прямо вот по рукам течет. Ну, я чисто не знала. Будете, наверное, с меня смеяться. Но первый раз в жизни держу в руках манго. Не знала, что там косточка. Все. А это я уже объем. Хочу попробовать. Ммм. 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 Классно. Чем-то, знаете что? Чем-то похоже на ананас чуть-чуть. Отдает где-то ананасом. Но, блин, мне нравится. Сейчас позову Сергея, Лену. И будем пробовать. Вернее, я уже попробовала. Они будут пробовать. Классно. Не знаю, короче, надо будет в интернете посмотреть, как их правильно кушать. Как его правильно. Тут что-то какая-то. Попка такая твердая. Хоть посмотреть, как правильно оно кушается. Как его расчленять. Надо. Все, это я объем. Ммм. Обалдеть. Вкусно. Классно. Ммм. Сладкий. Ребятки, спасибо, кто посоветовал, чтобы он полежал. Это вообще. Обалденно. Вообще. Он просто сладкучий, как мед. Все, пойду сейчас Ленку позову. Все, полакомились мой манго. Вообще всем понравился. Обалденно. Я теперь буду пасить капусту. К сожалению, нет. У меня все никак. Я себе за свою жизнь не прикуплю эту шинковку для капусты. Поэтому режу вот так вот. В принципе, я так привыкла. Режу просто ножом. Шинкую. Сейчас я нарежу, ребятки, сразу капусту. Все, капусту я нашинковала. Ой, у меня еще компот варится сейчас. Вот-вот закипит вишнево виноградный. Это сдачи замороженные вишни, виноград. Натираю сюда капусту. Вот так вот я нашинковала. Вот такой средненько, так скажем. И сюда же морковку на крупной терочке просто натираю. Так, теперь я сюда добавляю я. Всегда добавляю немножко сахара. Вот две щепотки. Так, и соль. Соль по вкусу на глаз я мешаю и потом пробую. Потому что каждый раз капусты по-разному. Не знаю, сколько надо соли, поэтому просто пробую. И немножко перца горошком. И теперь я ее перемешиваю. И слегка так как бы приминаю. Чтобы она чуть-чуть, сильно мять не надо. Но так она чуть-чуть, чтобы уменьшилась в объеме, чуть-чуть пустила сок. Вот так вот хорошенечко с солью перемешиваю. Морковки уже можно больше, можно меньше. Ну, в принципе, одной морковочки для такого количества капусты достаточно. Она получается яркая, красочная вполне. Хорошо перемешиваю. Вот не знаю, я хотела в двухлитровую банку, короче, фигачить ее. Но не знаю, войдет она в двухлитровую. Мне кажется, что войдет. Ну, так как ее так, когда в банку трамбуешь, прям так утрамбовываешь хорошенько, она уменьшается в объеме, то на трехлитровую, мне кажется, этого количества будет маловато. Ну, на двушку, короче, останется так останется в двушку. Сейчас баночку достану, помою, подготовлю. И все, будем кушать. Потому что долго мне многие писали, Юля, наквать капусту сама, наквать капусту. Все я никак, а это уже решилась. Думаю, да ладно, что. Как раз недавно капусту покупала для этого дела. Пришло время мариную капусту. Вот после того, как я какое-то время помешала, можно взять прям вот капусточку и просто попробовать на соль. Мне кажется, еще надо немножко добавить. Все, хорош. Еще перемешиваем. И буду трамбовать в баношку. В баношку. Все, баночку помыла. Начинаю перекладывать капусту. Ну, потихоньку, не спеша. И утрамбовывать. Есть специальные такие вот для закладки капусты или вот для использования при заготовках на зиму и так далее. Есть такие вот штучки. Так она горлышко вставляется и здесь такая воронка. Вот. Воронка для удобства. Но у меня такой воронки нет. Так, вот так вот наклала и вот так вот прям ручкой, кулаком вот так вот хорошенько утрамбовываю. Я думаю, что влезет вся капуста у меня. Как бы еще и мало не было. Так, я вот так вот прям над миской потом баночку помою снаружи, чтобы чистая была. Вот так вот закладываю и утрамбовываю хорошенько. Все, ребятки, готово. Ну, блин, не полная баночка малеха получилась. Ну, ничего, нормально. Вот тут вот, если вот надавливаешь, вот видите, прям сок вот выделяется. Вот он, прям такой оранжевый от морковки. Все утрамбовала. И оставляю я прямо на столе. Ну, через сколько капуста готова? По-моему, если не ошибаюсь, через три дня. Вот. И два раза в день протыкаю длинной палочкой до самого низа. Примерно три раза протыкаю утром и вечером все, чтобы воздух выходил. И накрываю вот так вот крышечкой и оставляю просто-напросто на столе. Ну, в принципе, когда баночка полная с капустой, то сок идет верхом. Поэтому тарелку подставлять надо. А так как у меня не полная баночка, то, в принципе, тарелка, ну, оно не вытечет верхом, я так думаю. Все, капуста готова. Ура! Все, ребятки, подошел наш день к концу. Почти одиннадцать часов. Без двадцати одиннадцать садимся ужинать, как обычно все. Поздний ужин у нас. Кушаем картофельную запеканку с фаршем. Открыли помидорки консервированные, баклажаны в томате. Хлеб и... Как оно называется? Горчица. Горчица, правильно, молодец. И чай. Я пока чай не знаю, хочу я чай или нет, я потом решу. Вот такой вот ужин. Всем огромное спасибо, ребятки, за просмотры. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.